Трактовка афоризма лежит на поверхности, но полотна Алексея Чайкасова подтверждают, что смысл афоризма может быть раскрыт в совсем неожиданной форме. Над этой необычной серией художник стал работать 10 лет назад. И с каждым годом коллекция пополняется. В Твери одни из самых первых и 8 новых работ. Алексей Чайкасов признается, что одни из самых любимых авторов афоризмов Станислав Ежелец и Михаил Жванецкий. Ничто так не деморализует, как скромный, но постоянный доход. Все очевидно, все понятно. Эти бродяги, они встречаются у нас достаточно часто, в России особенно. В Москве, в Петербурге, в Твери. Хотя, наверное, автор закладывал совершенно другие мысли какие-то. Я вот вижу этот ответ именно так, через этого, так сказать, героя. В Твери это первая персональная экспозиция Алексея Чайкасова. Художник уже выставлялся в Америке, Бельгии, Латвии. Два зала с картинами разделяет коллекция предметного дизайна. Это одно из увлечений Алексея. Предметы интерьера и быта созданы из необычных вещей. Например, из школьных колбочек с уроков химии. Получились очень интересные светильники. В основном такая тема подсвечников раскрылась. Я эти колбы, так скажем, трансформировал. Сделал из этих обыкновенных химических колб, сделал такие авторские светильники. Одно из главных условий авторского дизайна – все предметы интерьера Алексей Чайкасов создает только из лично им найденных, но не подаренных вещей. Многие привезены из путешествий. Например, эти зажигалки, сложенные в длину собственного роста, Алексей собирал на пляже острова Родос. Здесь есть предметы быта, сделанные из особых приборов. Это, казалось бы, все очень просто. Называется «Занимательный факт». И в пояснении обозначается, что обыкновенная туалетная бумага только из необыкновенного города, из Лас-Вегаса. Тут даже остался еще этот стикер от гостиницы. Здесь представлены две пепельницы. Это в основе, так сказать, лежит стоматологический тигель, так называемый. Здесь идет плавка металла, из которого потом вы отливают коронки. Ну, а это я посмотрел, увидел в этом пепельницы такие персональные. Удивиться необычным предметом декора и быта в творческой лаборатории, как ее называет Алексей Чайкасов, оценить авторское видение известных афоризмов можно в выставочном центре на Советской. Экспозиция «Афоризм. Он вчера, он сегодня» открыта до 23 декабря. Восторг. 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 Восторг.